Продолжение следует... Здрасте, очень приятно! Меня зовут Павел Воля. Добрый вечер! Да! Ну что, друзья, добро пожаловать на новый уникальный мультимедийный стендап. Такого вы еще не видели, потому что в мире это делается впервые. Я для вас сегодня буду кем угодно. Возможно, я буду ангелом. А может быть, даже и бесом. Я буду рушить стены! Я буду воевать с инопланетянами! Стой, тварь! Не возьмешь! Ага, уходи отсюда! У меня здесь концерт, понятно? Новогодний, веселый и праздничный концерт. Концерт, на который каждый сможет загадать свое желание. Но самое лучшее для стендапа шторка. Красная шторка! И больше ничего не будет этим вечером. Добро пожаловать на стендап! Здравствуйте! Всем привет! Ребята, балкон! Здрасте! Ребята, те, кто графику запускает, больше ничего не надо запускать. Не будет ничего, только красная шторка, потому что стендап что такое? Это комик, это зрители и правда, которая должна возникнуть между нами сегодняшним вечером. Все остальные технические штуки нам просто будут мешать. Поэтому на них советую не обращать никакого внимания. Пацаны, которые там запускают эту всю фигню, можете перед увольнением мышкой просто дернуть? Да. Спасибо большое. Слушайте, а можно вообще убрать эту шторку? Просто взять и убрать ее? Пожалуйста. Давайте мы аплодируем. Пусть отстегнут. Уберите ее, пожалуйста. Вау! Кстати, вот здесь вот первые 40 рядов аплодируйте сильнее. Все ваши деньги ушли на эту штору. Внимание, вот так и произойдет этот вечер. Теперь мне приятно вас поприветствовать просто от себя. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Слушайте, я, если честно, плохо вижу вообще, сколько народу в зале. Кто-то пришел или не пришел. Можно включить свет просто, чтобы я посмотрел? Вау! Вау! А на балконе вау! Ребята, спасибо! А вот там вот в самом углу тоже кто-то сидит, да? Какой-то жмот пришел туда, а? Сколько стоит билет туда? 200 рублей? 300? Да, дай-ка я доберусь до него. Какой-то бомжар из Казанского вокзала там сидит. Привет, чувак. Какой-то крохобор там на беляш поменял билет и пришел. Слушайте, залы такие понастроили здоровые. Где фуникулер нахрен, а? Я калорий потеряю больше, чем бабок заработаю на этом концерте. Мужик, можешь пиццу заказать? Я через час обратно пойду похаваю. Фу! Как тяжело-то, а? Вот шаолинь-то, сука, а? О! Смотрите, сидят. Жадобы. О! Дождался меня, хатико. Ну че, давай знакомиться, как зовут? Владимир. Владимир? Ну с этим именем ты бы мог выбрать любое место в зале. А это друг твой, Дима, да? Вместе билеты брали, да? Будете меняться в процессе выступления? А можно через тебя передать, Дмитрий? У нас сейчас начало будет. Пусть не спит. А то... Слушайте, ой-ой-ой, отсюда прям страшно вообще, реально. А может я на балконе буду выступать, а? Да! Классно, конечно. Эти на первых рядах. Не дай бог, мама. Зачем мы там сидим? Не, извините, ребята, на балконе не буду выступать. В следующий раз приду, нет низа вообще. Все на балконе друг на друге. Воля там выступает, закосарь. Слушайте, всем хорошего настроения. Поаплодируйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вова, Дима, ребята. Пойду вниз. Давай, давай, давай. Ай, давай, моя хорошая. Давайте, ребята, всем хорошего настроения. Добрый вечер. А-а-а, отдай ей телефон. А-а-а, отдай ей телефон. А-а-а, забери с пола. Фу. Ребята, здравствуйте. Вот теперь добрый вечер точно. А-а-а. Начну с себя. Рассказывать. Я Павел Воля. Мне 35 лет. Вы все меня прекрасно знаете. У меня по-прежнему супруга Лейсан. Вот она здесь сидит в зале. Да, можно ей поаплодировать, моя красавица. У нас сын Роберт. Ему полтора года. Когда ты, отец, на тебя обрушивается куча какой-то информации. Буду делиться с вами, чтобы не таить в своей башке. Избавлюсь от нее. Статистика. Наткнулся недавно. Касается хороших отцов и плохих отцов. Язык цифр. Я ничего не придумывал. Просто оцените. Итак, по этой статистике всего лишь 10% хороших отцов. 90% плохие. Итак, хороший отец. Кто это такой? Хороший отец проводит со своим ребенком в среднем 19 минут в день. Да, ужасная информация. Это хороший отец. Я не представляю, плохой отец это кто вообще такой, а? Который с работы приходит, что я дома. Пошел вон, ублюдок. Я у себя. Давайте. Это, видимо, плохой отец. Не знаю. Хороший отец. 19 минут. Я посчитал. Меня так это удивило. Я сел и начал считать. В год. Хороший отец проводит со своим ребенком 36 часов. Полтора дня. В год. Мы потом удивляемся. А что он любит мать? Да он, сука, ее знает. Он просто знает. Просто знает, кто этот человек и все. А кто ты такой? Непонятный вообще. И мы же еще приходим, да? Приходим и нам говорят, что он плохо себя ведет. Надо что-то сделать. Прояви себя как мужчина. Накажи угол. Там попа, попа. И ты говоришь, а кто вел себя плохо? Ну-ка, я сейчас напарю. И он, ты кто? Фашист. Короче. Хороший отец. До 18 лет. Проводит со своим ребенком 2 недели. До 18 лет. Вы представляете? Если бы просто дети знали эту информацию с самого начала. Мне кажется, они бы только... Вот только научился сын говорить. Он сразу подходил к отцу и говорил, батя, я все знаю, у нас мало времени. Давай, знаешь как? Вот эта коза рогатая, бум-бум, в янку-бух, пропустим. Я с матерью выучу, прям клянусь тебе, ты. Давай сразу, умоляю тебя, открывай автору, посмотрим мне машину на совершеннолетие. Да. Быстро мне объясни, как эти чпоки-чпоки ваши делаются. И можешь здесь подписать? Я не знал, оказывается, в Сбербанке нужен поручитель. Давай. О, успели, 19 минут, отец. Ура, классно. Классно, ребята. Одна минута, и мы продолжим. Не убегайте, не переключайтесь. Смотрите, геев полно вообще, уже все признаются. Глава Apple Тим Кук признался, говорит, я гей. Я еще думал, а что это у айфона задняя камера лучше, чем передняя? Надо все вшивать в тело, россиян. Все. В средний палец вшейте нам права автомобильные. Да? Чтоб тебя остановил, гаишник, ты ему официально. На. А он тоже не будь дураком, говорит, а теперь пройдемте, засунем ваш палец туда, где у нас вшита база ГИБДД. Э-э-э-э. Э-э-э. Хочу вам рассказать про одного человека Это мой племянник, ему 5 лет Он знает меня прекрасно Я его лучший товарищ Я всегда ему говорю только правду Мне кажется, поэтому сестра нас редко оставляет наедине Серьезно У нас с ним прямо доверительное, офигенное общение Слушайте пятилетних детей, я вам скажу Просто пятилетних детей слушайте Они задают вселенски важные вопросы Наш мозг уже с вами так не работает Мы никогда не сможем додуматься до этого Я вам просто объясню вопросы какого характера Мы с ним однажды гуляем вечером Просто гуляем Он говорит, Павлик, можно я тебе задам серьезный вопрос? Он знает, что я ему буду отвечать только правду Я говорю, да, конечно, давай задавай Он говорит, давай остановимся Я думаю, ни хрена себе серьезный вопрос, давай Он говорит, послушай, Павлик А правда, что дяденьки-врачи Делают из дяденек тетенек, а из тетенек дяденек Я же прямо офигел, думаю, откуда у ребенка такая информация в пять лет Ну, я врать не стал Говорю, да, Платушка, правда, конечно Делают Говорит, Павлик, это операция? Я говорю, да, это операция Говорит, стало быть, они отрезают письки и пришивают их другим Я говорю, ну, Платон, если убрать все чудо, медицина, ну, типа того, да Оп, и все Он говорит, Павлик, тогда у меня важный вопрос Я говорю, давай Где они берут дополнительные письки? Я клянусь, я офигел Я подумал, что почему я не додумался до этого? Реально, это серьезная проблема Как же я не додумался? Ну, реально, ребята, давайте рассуждать Ну, не может же быть так, чтобы договорились Вот ровно половина тех, кто отрезал, а тех, кто пришил, тоже половина Ну, не может же быть такой ситуации, да? Что врач выходит в коридор, там женщина сидит, он говорит Заходите быстрее, писька освободилась, быстрее Не очень, но вам понравится Я не успокоился Безумный мозг юмористов начинает рисовать какие-то странные ассоциации Писечные фермы какие-то Ну, реально, как-то же надо найти ответ на вопрос А что это, да? Ну, как-то же должны они где-то брать их, да? Ну, я думаю, такие емкости, наверное, большие, с водой Там маленькие писюли плавают Толкаются друг об друга Когда настроение хорошее, они утром выныривают, заныривают там Им провели кислород, чтобы они не задохнулись, не дай бог Когда они вырастают, их достают оттуда на руки, фотографируются с ними Ну, хороший какой, давай, беги, беги, все Ну, как-то же должно же это происходить, да? Ходят заводчики такие, их подкармливают мини-влагалищами Замечаете, да, мужики? Ха-ха-ха! А женщины, как над словом влагалище смеяться умеют Ха-ха! Типа, он правда это сказал? Правда? А что мне делать? Другого-то слова у вас нет Ну, реально У мужиков вон сколько всяких разных слов А у вас влагалище Страшное слово, да? Я веселый пистюн, я бегу по лесу Я-ля-ля-ля-ля Ой-ой-ой, а ты кто? Я влагалище Просто, да? Как будто исчащи лесной откуда-то Страшное слово, ну что делать? А созвучные слова-то тоже все Чудовище Да? Чистилище Текстильщики Страшные слова Девчата, вы не виноваты Я вам как филолог скажу Виноват русский язык У мужчин сколько синонимов Всяких разных, которые можно употреблять Где угодно А у женщин Одно только слово Все остальные слова не культурные Какие все остальные? Там одно слово только остается Реально Которое из пяти букв Вы все его знаете На П начинается Означает Конец всего живого На планете вообще Еще страшнее слово Страшные вещи Я говорю, да? А к таким мыслям Меня привел Простой вопрос Пятилетнего ребенка Но Знаете, что я думаю Что если у тебя родитель мальчика Без разницы какой он будет Я просто думаю О чем же думают Бедные родители девочек Вот просто Чтобы вы поняли Что такое мальчик Вот у тебя вырос мальчик Ему исполнилось 18 лет Он вырос таким Длинным, рыжим Ушаном таким У него зубы такие кривые Он Ушан просто По двору ходит И Всех дергает Ты думаешь Мой Ушан Ух, Ушан мой По двору ходит Ему же исполнится Там лет 20 Он приведет Какую-то девочку домой Скажет Моя девушка Ты всем друзьям будешь говорить Ил, что мой Ушан делает, а? Красавец вообще И вот теперь Родители девочек Которые хлопали Представьте, что Ушан пришел В ваш дом Будешь ходить Вокруг него Ушан Не трогай ее Пожалуйста Пожалуйста Мы ее не для тебя Не для тебя берегли Ушан А это мой Ушан В твоем доме Понятно? И что он хочет То и сделает Но я вам сейчас Еще страшнее Перспективу Родителей девочек Нарисую Представьте, что Рыжий Ушан Это ваша дочь А? Вы будете рады Любому существу Который придет За ней к вам В квартиру Чтобы вы не думали Что у отцов-мальчиков Тоже так все Очень безоблачно Есть главный Современный страх Всех отцов-мальчиков Что твой сын Станет геем Серьезно Все мужчины боятся этого Боятся признать Потому что геев Все больше и больше А мне кажется Знаете почему? Потому что Мы с нашими мальчиками Проводим времени Все меньше и меньше Вот в чем главный секрет Запомните это Смотрите Геев полно вообще Уже все признаются Глава Apple Тим Кук Признался Говорит Я гей Я еще думал А что это у айфона Задняя камера Лучше чем передняя Вот Пожалуйста Ответ вам Министры Мэры Все признаются Спортсмены Певцы Все признаются Что они геи Видите ли Но вы заметили Что геи признаются Что они геи Только в момент Когда они уже Какого-то уровня достигли Я что-то не могу Себе представить Что вот в шахту Шахтеры спускаются В лифте Да в этом В грузовом 60 человек Вместе Суровые парни И где-то На глубине Метров Двести Один говорит Пацаны Хочу сказать вам Что-то Что-что Бригадир Что Что случилось Не шахтер я Не поэтому Я с вами В шахту Спускаю Не в эту шахту Хотел бы спускаться Пацаны Не уголь Хотел бы я С вами долбить Не понимаем Что Ветрозады я И я прям Вижу Как у всех остальных Эти фонарики На касках Один за другим Выключаются И на следующий день В новостях Невероятные Новые месторождения Угля найдены В жопе Одного из шахтеров Клянусь вам Как-то так и будет Этот новый Современный мир Друзья Добро пожаловать В него Вот он такой То о чем Мы даже боялись Представить Все Реальность Реальность Это еще дальше И дальше И дальше Развивается И мы с вами Даже не замечаем Этого Спокойно Вот сидим На своих попах На концерте А в это время Минздрав Наш любимый Минздрав Который все время Предупреждал Уже выступает С инициативами Вы может быть Даже не знаете Вы в курсе Что нам собираются Вшивать чип В руку Не знаете Вот так вот Будет выглядеть Покажите пожалуйста На экранах Видите Сразу видно По руке Что это наша Российская разработка Так вот Эту фигню Нам начнут Вставлять После того Как опробуют Универсальную Электронную Карту Это начнется Со следующего года С января Мы все россияне Получим Универсальную Электронную Карту Мы же не дураки Мы понимаем Что это тотальный Контроль Все понимают Но государство Тоже хитрая штучка Они что нам говорят Это удобство Это будет удобно Там внутри этого Чипа будет все Там будет Медкнижка Там будет Паспорт Загранпаспорт Медицинский Полис Я прям вижу Как бабки В поликлинике На апгрейд Сидят Просто очередь В окошко В Сбербанк Суют руку Дочка Посмотри Пенсия есть А мне Мы в России Какие нафиг Чипы Вы что С ума сошли Я знаю Две категории Которые будут Против этого Алкаши Они на генетическом Уровне Против вшиваний Всегда И фрезеровщики Будут против Потому что Пошел на работу И домой Без паспорта Как дебил Вернулся Назад На самом деле Инициатива Классная Мне нравится Надо все Вшивать в тело Руссиян Все В средний палец Вшейте нам Права автомобильные Да Чтоб тебя остановил Гаишник Ты ему официально На А он тоже Не будь дураком Говорит А теперь Пройдемте Засунем ваш палец Туда где у нас Вшита база ГИБДД А ты такой А это куда Он Пойдемте в машинку Мы вам все расскажем Пойдемте Нас с вами порадовали В этом году Да Ввели платные паркинги Да Везде платные паркинги И все люди В России Запарены Как затереть цифру Как сделать Чтобы она не считалась Что надо сделать А Я просто подобрал Несколько фотографий Давайте посмотрим Как это делается Способы Да Вот так вот Просто бумажкой Или какой-то фигней Либо вот так вот Вот Внимание Вот так А Типа я ни при чем вообще Это Андрей Губин прошел Сам вставил свой альбом Я и не хотел его слушать Это он Или вот Вот супер фотография Внимание Прямо супер жадина На Роллс-Ройсе Он закрыл пакетом Да Или это бедный человек У него только Роллс-Ройсе пакет Больше ничего нет вообще Он так и живет Он из пакета ест В машине спит Бедняжка Но мне знаете Чем нравится Московская мэрия У них всегда есть ответ Эта вот новость Буквально на днях появилась В Московской мэрии Сделали грамотный ответ Они натренировали собак Которые вытаскивают Всякую хрень из номеров Пошили им жилеты И взяли их на работу Типа с собакой Никто не будет спорить Просто Зачем вытрогать Все Вместо 40 рублей в час 40 уколов в пузо потом Но Вот красавцы Московская мэрия Смотрит меня по-любому Давайте дальше брать животных Это же классно Нафиг выгоним Всех эвакуаторщиков Зачем они нужны Возьмем медведя И мышь Просто Мышь залезла в машину Все открыла Медведь сел Поехал Не увозите мою машину В метро Зачем нам турникеты Давайте камчатские крабы Будут за кукошки хватать Просто Пусть голуби Разносят почту России Хотя походу Так и есть То что касается Нас с вами всех С этого года Ввели закон О мате Да Теперь нельзя материться Да Говорят Нет Ни на общественных мероприятиях Ни на концертах Ни на телевидении Ни в коем случае Нельзя Теперь материться Что я могу сказать Ребята Пипец Фигня Пипец Какая фигня Как можно Русским запрещать Материться А? Вообще Вы посмотрите Мы сидим В каком огромном зале Без мата Этот зал Невозможно построить Невозможно Нереально Справиться С этой задачей Да Даже красоту Этого зала Без мата Не оценить Я когда зашел Прям подумал Ах Какой зал Это огромный Это гигантский зал Шеститысячник Не просто огромный Ни в Европе Ни в Америке Нет такого зала Большого Только у нас Здесь Ну тем более же Ну как запрещать Россиянам материться Ну бывают ситуации Ну в которых Ну невозможно Без мата Ну вот представьте Ты просто стоял Тебе машина По ноге проехала И Вот так случай Ситуация Так ситуация Кто это сделал Какой Автолюбитель Какая-то гулящая Любвеобильная Женщина Наверняка Вот бы догнать тебя И устроить акт Эротического возмездия В головушку Буйную твою А А на гетто моей По-моему Все Ой-ой-ой Наверное Наверное лечиться Устану Лекарства найду я Где? Как же меня эта страна Утомила Как вы мне все Надоели Так что ли Это будет А? Ребята Классно Хорошо идем Я попью водички И вернусь к вам дальше Аплодисменты Не расходитесь Не расходитесь Я стоял в магазине Передо мной Стоял чувачок На кассе Ему дают сигареты Он их взял Так посмотрел Говорит Ого Да это импотенция Дайте рак легких Пожалуйста Выбрал От чего умрет Девочки Вы вегетарианки Не едите мясо Вообще Ни при каких обстоятельствах Девчата Помогите нам Всем в одном вопросе Скажите Минет считается Или нет Вроде как мясо Ну слушайте Теперь у меня к вам вопрос Ну что санкции Коснулись вас? Коснулись санкции? Честно скажите Вот смотрите На первых рядах Да-да-да Но вы не переживайте Если нас смотрят на западе А они нас смотрят Нам все пофигу Пофигу ваши санкции Мы сами себе санкции Такие санкции Как мы сами для себя Нам не придумает Никто и никогда Приведу простой пример Вы все получаете штрафы За превышение скорости Правильно? Хоть кто-нибудь из вас посмотрел Кто отправитель этих штрафов Кто отправитель этих штрафов Штрафы за скорость Нам всем присылает Почта России Самая медленная организация В мире Присылает штрафы За скорость И нам всей страной Пофигу вообще на это Пофигу Я вам скажу свой пример По поводу штрафов Мне приходит штраф За неправильную парковку Я вспоминаю где это было Думаю там не было знака Не буду оплачивать Поехал туда разобраться В чем будет дело Приезжаю Ставлю машину Выхожу смотрю Нет знака Нет знака парковки Нету Машину переставляю В другую сторону Думаю здесь может быть Подъехал так Сяк со всех сторон Нет знака на паркинг Нет и нет И все Знаете какой конец У этой истории? Мне через два месяца С этого места пришло Четыре штрафа за паркинг Четыре Еще оттуда же Я так и не нашел Где знак Клянусь вам Ребят с нами Бесполезно бороться Бесполезно бороться Нам на всех сигаретах Написали Умрешь Не надо Раннее старение Че ты делаешь дебил Половые сложности Не вздумай Отвалится хозяйство В унитаз И унесет в трубу Где будешь искать потом его И все ходят Все курят Всем все пофигу Я стоял Я стоял в магазине Передо мной стоял чувачок На кассе Ему дают сигареты Он их взял Так посмотрел Говорит Ого Да это импотенция Дайте рак легких Пожалуйста Выбрал От чего умрет Сам И этот закон Антитабачный Тоже конечно чушь Нам всем запретили Курить в поездах Курить в поездах Запретили Вы вспомните Как наш поезд выглядит Можно какашки Сбрасывать на землю А курить нельзя Вы что с ума сошли Там У нас некоторые Начали курить Когда в поезд Вошли Вы поезда наши Вспомните Человек едет из Калининграда Во Владивосток Восемь суток Его можно Когда он приедет Самого Скурить Этого человека Ну реально Вспомните как Плацкарт выглядит Просто Половина дембелей Половина цыган Все в наперстке играют Вонь Коньяк Вовсю Рыбу они купили Яйца Курочку Проверяют Протухло или нет Суют в пакет Голову По очереди Самое полезное В этом вагоне Курить Самое лучшее Что можно сделать В этом вагоне Странно это все Вы вдумайтесь Только в одно Мы все Очень гордимся Нашей армией В которую Никто не хочет идти Ну а это Предмет нашей гордости Но никто Не хочет туда идти У нас же Нет Пошел в армию Выражение У нас есть два Забрали И попал Все Других нет Удивительные люди Мы гордимся Нашей армией Говорим Да у нас войска Спецназ Элитка Десант И что мы все знаем Что всего лучше делают В спецназе и в десанте Рукопашный бой И мы видим Нам показывают Это Показательное выступление Рукопашный бой И прочая всякая Это фигня Но никто Даже не задумывался Вы представляете В 2015 году Каким надо быть Долбоносом На войне Чтобы просрать Сначала танк Потом автомат Потом гранаты Потом подствольный Гранатомет Потом нож Все профукать Найти на поле боя Такого же дебила Как ты Который все это Профукал И Давай Рукопашный С ним Начал Мериться Силами Учите Солдат Два года Не терять Автомат И все Но Знаете Что меня радует Во времени В которое мы живем Очень много Интересных Офигенных Людей Появилось Прямо со своей Философией С какой-то Так их раньше не было Вот К примеру Вегетарианцы Мне кажется От них Прямо Теплее На планете Становится Как-то Любви Больше От вегетарианцев Есть Кстати В зале Вегетарианцы Ребята Ёлка Ты Вегетарианка А Ты мясо Не ешь Друзья Певица Ёлка Как выясняется Вегетарианка Кто-то Есть еще Вегетарианец Кроме Лизы А Где На балконе Блин Походу Из вегетарианцев При бабках Только ты Одна Лизон Все остальные Салат Мой Салат Девочки Вы Вегетарианки Не едите мясо Вообще Ни при каких Обсоятельствах Ладно Девчата Помогите нам Всем в одном Вопросе Я думаю Что все Им заинтересуются В итоге Я правда Не знаю Как разобраться Девочки Вегетарианки Скажите мне Минет считается Или нет Вроде как мясо Эта бедняга Закрылась А ее парень Рядом сидит Типа Нет Не считается Нет Слушайте Ну аплодисменты Вам Вегетарианцы Веганы Фрукторианцы Все подряд Раз это Ваша философия Вам так удобно И нравится Ради бога Мои сладкие Но мне кажется Все это просто Красивые слова Просто офигенные Красивые слова И сразу Мода Вы кто? Мы вегетарианцы А вы? А мы фрукторианцы Давайте тоже Ко всем словам Будем анцы Прибавлять И все Сценим резко модные Бомжи Это Контейнерианцы Да Некоторые Даже друг за другом С пола Молодые данцы По 6 дней В себя Не приходился У меня Живут в подъезде Тоже вегетарианцы У них недавно Квартира сгорела Просто их сосед Снизу Алкоголианец Он курил сигарету И сжег Богодельню Все их Вегетарианскую Сумасшедшее время Аплодисменты всем Сумасшедшее Классное время Офигенное В котором Мы с вами живем Но для меня Ребята Самое главное Сумасшедшее происходит Здесь и сейчас Сидит огромный Семитысячный зал И перед ним Выступаю я Худой Насастый Из Пензы Учитель Русского языка Просто вот такой человек Я до сих пор Не могу понять Как еще В этом сумасшедшем мире Я оказался Популярным парнем Но знаете Как я себя оцениваю Я Селебритя Я Популярыш Это кто Павловоль Идет Я перед каждым Новым годом Спокойно спускаюсь В метро Потому что Вся Москва стоит Я конечно понимаю Что люди Меня не ожидают Увидеть в метро Поэтому я Перестраховываюсь Так скажем У меня есть Конспирация Специальная Я превращаюсь В типичного Москвича Знаете Такой Балахон С капюшоном Обязательно Чем ниже Капюшон Тем лучше Если это прям Труба в пол Это прям идеально С такой Слон Домой добирается Все Просто надеваешь Вот такой вот Капюшон Опускаешь голову Вниз И с недовольным Выражением лица Просто идешь Куда-то Самое главное Вот в этой толпе Не поднимать глаза И не смотреть кому-то В глаза Потому что Если ты кого-то увидел Этот человек Увидел тебя Понял, что это ты Но его река Людей унесла Как сумасшедшего Ну там А я Нет, нет Ну все Его уже Он на красноармейской Так вот Спускаюсь в метро В прошлом году У меня есть Своё место В вагоне Самое безопасное Для меня место Это вот Заходишь в крайнюю дверь И проходишь Вот туда Где по три кресла Где по три человека Умещаются Вот эти вот Маленькие кресла Проходишь В самый угол Встаешь вот так И загораживаешь Себя рукой От сидящих Дальше весь вагон Тебя не видит Все, спокойно Самое главное В тот вагон Не смотреть Потому что Там начинают Толстолобики Биться об аквариум И все Все Это значит Что если там Кто-то тебя заметил Иди в следующий вагон Потому что Весь тот вагон Перейдет в этот Были уже Такие ситуации И вот я однажды Захожу В прошлом году Захожу Мое место занято Стоит какой-то чувак Я постою рядом с ним Так Он разворачивается Видит меня И делает так Я думаю Все Все Павлик Ты будешь Первый Кого похоронили В метро Официально Он прям Прям вот так Отреагировал Я делаю так Я так быстро Никогда не вербовал Людей в своей жизни Я вам клянусь Больше этого не было Я ему делаю так И он знаете Как делает Как будто мы с ним 200 лет работали вместе Он делает так Сразу Восемь станций Так проходит Все Последняя станция Когда мне уже надо выходить Он меня спрашивает Типа Я Он еще знаете Как на прощание делает Типа Классно поработали Вот это Все Я вышел Ушел И больше я Кирилла Из Иванушек Так близко Никогда не встречал Я понимаю Конечно Я популярный парень Но с этим Реально С популярностью Связаны некоторые Сложности Которые прям Заметны в быту Я к примеру Скажу вам честно Не беру трубки Когда мне звонит Незнакомый номер Просто если я не знаю номер Я не буду разговаривать Я понимаю Что этим решением Конечно Может быть я пропущу Самый главный звонок В своей жизни Вдруг мне соберется Звонить Путин Ну хотя я думаю Что если мне соберется Звонить Путин Он у меня определится Буквами Прямо будет написано Путин Даже знаете наверное как Путин звонит тебе Быстрее И обратный отсчет идет И одна кнопка Только зеленая Красной нет Только взять Ничего другое Нельзя сделать Ладно Буду уже заканчивать Зафиналивать Хотел бы вам Рассказать историю Лясь Которая произошла С нами этим летом Не знаю Помнишь ли я ее В подробностях Она посвящена Знаете чему Тому что Не всегда круто Твоя популярность Иногда бывают Такие моменты Когда ты ничего Не делал для этого Но блин Лучше бы тебя Вообще никто не знал Рассказываю Мы летим с Лисан Внутри Европы Перелетаем Не помню С какой-то страны В какую-то страну На внутреннем европейском рейсе Сидим вот так вот Вот так Раз, два, три кресла Ой-ой Спалился Да Три кресла За свои деньги Мы летаем Экономом Раз, два, три Кресла Так сажусь я Так Лисан Рядом со мной Садится так вот Чувак Парень оказывается Русский Нам говорит О я вас знаю Мы говорим О как приятно Мы думаем Сейчас будем лететь Это вот начнется Оказывается Адекватный чувак Вообще классный Говорит что Блин я ваше Камеди смотрю Вы вообще Красавцы Лисан А вас я люблю С детства Это вот гимнастика ваша Я так следил Это вот все Чемпионаты мира Европа Потом в Берлине Вы брали Кубки Еще Я уже в какой-то момент Говорю Давай-давай Про Камеди обратно Ты что это Расчувствовался Хрыч Он говорит Он говорит Да-да И в Юрмаловы Классно съездили И все такое Мы говорим Ты тоже классный Адекватный чувак Спасибо В иностранных самолетах Все за деньги Там нет такого Чтобы подошла стюардесса Что вы хотите Нет Она идет С тележкой Продает там пиво Чипсы Всякую фигню Этот парень Говорит пиво мне Берет пиво Я говорю Пиво мне тоже Беру пиво Дляся что-то там Не знаю Какие-то шоколадки Мармеладки Какие-то фрутелки Какой-то Не знаю Баба что вы его жрете Вот это вот Она берет пакет Все мы садимся Этот парень Открывает пиво Выпивает Пару глотков Я свое пиво Не открываю Думаю Что-то ну неохота Мне пока пиво Ставлю свое пиво Просто закрытое На столик В банке Съедаю все Что было у Ляси Ням-ням-ням-ням-ням Смотрю Парень задремал Просто уснул И все Ну мы что-то поболтали Еще две минуты Три минуты Лясик говорит Я в туалет хочу Я говорю Так давай Я его разбужу Да иди спокойно Говорит Не надо Не буди его Я говорю А что такое Скажет эти твари С ТМТ Ходили туда-сюда Не могли потерпеть Я говорю А что будем делать Не будем будить человека Я выйду сама И никого не задену Я задаю контрольный вопрос Говорю Как? Она Задает мне контрольный ответ Пу Я говорю Что будем делать Она говорит Смотри Чемпионат мира По гимнастике Начинается Прямо сейчас Я говорю Давай Только ты Командуй Но я не знаю Вообще Что надо делать Она говорит Давай Бери свое пиво Бери свой столик Ага Давай Обнимай меня Этой рукой Держи столик Держи пиво Я тебе ставлю ноги Между ног Я говорю Давай Хорошо Окей Она говорит Так дальше Я ставлю ноги ему Между ног Я тебе вас поставлю Сейчас Говорит Ладно Хорошо Я его перешагну Вот прям целиком Я говорю Ты уверен Она Второй раз Отвечает мне Ляся Я говорю Ну давай Потом весь самолет Видит вот это Одна нога И вторая Она вообще Его не задевает Клянусь Просто вот так Выходит через него И мне говорит Видел Я говорю Ты моя красотка Вообще Говорит Смотри Я так же вернусь Я говорю Ладно Хорошо И она уходит По проходу Она вот как выходила Я так держу Его столик Этого чувака Я держу его пиво Я ставлю столик Ставлю пиво И разворачиваюсь На него И он в этот момент Открывает глаза Прямо в этот момент Он не видел Не знает Что она куда-то уходила Просто Худыш из пензы Попил пивка у него Я вам клянусь Мне так никогда Не было неудобно В жизни Вот самое худшее Как я мог бы себя Ощущить Это еще знаете Поставить пиво И сказать А почувствуй Нашу любовь Да Спасибо вам Одна минутка Не уходите никуда Мы продолжим Дставлять Столько много народу А я тебе не говорю Самые главные слова Я тебя очень Сильно Люблю Пускай У всех в этой стране И у маленького И у старенького И у богатого, и у бедного, и у женщины, и у мужчины. У всех, Дедушка Мороз, чтобы сбылось одно желание. Сделай нам всем, пожалуйста, доллар 30, евро 40! Пожалуйста! Да! Лясь, я много сегодня рассказываю про тебя, про меня, про нашу семью. Она, видите, даже голову склонила, типа, ну блин. Столько много народу, а я тебе не говорю самые главные слова. Я тебя очень сильно люблю. И скажу тебе честно, у меня есть даже целая большая речь, приготовленная для этого. Прямо даже такой мини-монолог, что ли. Начну. Дорогая Лисан, Лясенька, моя Ляся, мама Роберта. Блин, мне кажется, я не исправлюсь. Ну, в смысле, там такие душещипательные вещи. Не дай бог еще раз плачут. Да, даже чтобы достойно все было по-мужски. Лясь, не обижайся, разреши мне, ребят, с вашего позволения, можно я уйду за кулисы и оттуда все скажу? Нет! Ну, пожалуйста. Блин, ну если не будет получаться, я выйду. Просто позвольте мне хотя бы начать оттуда. У меня самые первые слова такие, что я провалюсь. Поаплодируйте, мои хорошие. О, вот с музыкой даже лучше. Классно, музыку оставьте. Лейсан, дорогая моя Лейсан, твои уши могут слышать мой голос, а твои глаза могут видеть мои слова. И поверь, неважно, где я, мой голос все равно будет звучать в твоей голове. Любимая, когда-нибудь мы станем старыми, и в нашем доме из спальни выйдет дряхлая воля и будет нести какую-то несвязанную хрень про старость, осень, рефрижератор, астролябия, где мои ордена. А ты, ты будешь всегда красивая. Старенькая, но красивая. Ты будешь сидеть в кресле, в любимом пуховом фиолетовом платке. Почему фиолетовый? Потому что я его уже купил тебе в аэропорту Воронежа. Я был пьян. Ладно. Однажды мы оба станем старше, а шрифт станет больше. Еще больше. А через некоторое время, возможно, ты перестанешь слышать мой голос. Но так как современный техник развивается очень быстро, слуховой аппарат вернет тебе эту возможность. Представь, мы будем сидеть в гостиной, и к нам придет наш сын, а с ним наши внуки. Ратибор, Идальга, Валера. Да кто знает, какие имена в голове у нашего Роберта, раз у нас с тобой в головах был Роберт. Мы будем жить у моря. Слышишь этот звук? Я записал на диктофон унитаз. Моря поблизости не было. Но самое главное, я буду любить тебя всегда и везде. Сегодня и завтра. Близко и далеко. Справа и слева. Низко и высоко. Везде и всегда. Любимая, посмотри, какая ты сегодня красивая. Да, посмотри, как тебя все любят. Ну-ну, ребята, зал. Спасибо. И поверь мне, как бы ни сложилась наша жизнь, я всегда буду рядом с тобой. Как и в этот вечер. Записал этот голос, а сам всех обманул. Негодяй, видишь, стою сзади тебя. Я люблю тебя. Спасибо, мои доверчивые ребята. Я ее очень сильно люблю. Сегодня придете вечером, скажите то же самое вашей жене и вашей любимой. Потому что такие вещи надо говорить, как только выдается момент. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за все. Браво! Вы можете присаживаться. Да. Классно. Ой, все девочки. И все мужики с такими лицами. Вот козел. Как нам теперь открыткой отделаться, а? Эх, вечер почти уже подошел к концу. Но знаете, хотелось бы сказать спасибо вам огромное. Любите ваших женщин. Воспитывайте ваших детей. Становитесь лучше сами с каждым днем. Самое главное, будьте добрыми и честными. Вот и все. Одна минута, и мы можем разойтись по домам. А телезрители могут заняться своими делами. Впереди Новый год. Новый год, от которого мы все ждем, чтобы наши желания сбылись. Я знаю, что у всех, у шести-семи тысяч, кто собрался в этом зале, есть у каждого свое желание. Но я придумал одно, которого мы хотим все. Дорогой Дедушка Мороз, мы мальчики и девочки разных возрастов. Мы собрались в этом зале, и мы все в тебя верим. Потому что впереди Новый год, самый светлый праздник. Если желания не будут сбываться в Новый год, блин, то когда же им сбываться этим еще желанием? Посмотри, нас очень много, нас целая страна. И мы хотим в следующем году жить хорошо. Мы хотим в следующем году радоваться и влюбляться. Мы хотим ходить в кафе. Мы хотим покупать себе новые офигенные вещи. Мы все хотим себе новый айфон в следующем году. Обязательно. Мы все хотим, чтобы мы могли путешествовать. Чтобы, дедушка, пускай у всех в этой стране, и у маленького, и у старенького, и у богатого, и у бедного, и у женщины, и у мужчины, у всех, Дедушка Мороз, чтобы сбылось одно желание. Сделай нам всем, пожалуйста, доллар 30, евро 40. Пожалуйста. Да! Спасибо вам огромное! Меня звали, зовут и будут звать Павел Воля. Любви вашим семьям! С Богом! Пока! Представь, что ты успеешь только проспаться после Нового года, открываешь глаза, а там... Таня, что такое вокабуляр? Словарный запас. А что? Да тест на него хотел пройти. Ну, тогда уже не буду. Не пропусти премьеру нового сезона «Саша Таня» 2 января в 20.00 на ТНТ. Но было больше. Olympicsration. на ТН Т, уровень, в 20.00 на ТНТ.